В семером на карте для шестерых или для восьмерых? Для восьмерых, но ггшек на три штуки больше. Три ггшки заменяют одного жителя. Ну, да-да. Блин, как-то всё, мистер Ди, громковат. Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это... Так лучше. Да, так хорошо. И это опять партия, в которой я комментирую, а не играю. Давайте сначала я буду... Мистера Ди у нас играют, значит... Совсем не религиозная. Мистер Ди, Супергёрл, Зомби, Зави, Мяско, Фауст и Матецкий. Семь человек. Не добежал к нам КГР, где-то едет в пути. Сейчас постараюсь поменьше переключаться. Значит, карта случайная, цивилизации случайная. Давайте... Хотя всё-таки хочу посмотреть, какие другим игрокам выпали. Альянора французская будет у Матецкого. У Фауста... Монголы. Вот это интересно, конечно, будет. Сейчас я пока просто переключусь, посмотрю, у кого что. А потом уже буду про места. Ацтейки тоже здорово. У мистера Ди Венгрия. У Супергёрла Америка. Тоже отличная цивилизация. У Зомби Апокалипсиса. У Зомби Рим. Одна из лучших тоже в игре. И, наконец, у Зави. Конга. Классно. Зави, только я тебя прошу не в 2D играть. Я в начале смотрю на вас. Ну, давайте, кстати, посмотрим, что у Конга, по-моему, очень-очень неплохое начало. Ну, место я имею в виду. У него... А что... Возраст мира какой? Старый? Случайный. А, случайная карта же. А, вообще случайная карта, да, я забыл. Значит, со случайной картой, видите, у Конга очень неплохо. У него есть. Ну, походу, длинный. Вода, где поставить город. И ресурсы рядом с городом. Правда, вот на счастье далековато будет. Он сразу животноводство открывает. У него есть производство. У него есть бананы, на которых он будет расти. У него есть олени. Поставил сразу скаутов. И даже он далеке. Я давно просто игрался с какими-то иностранцами. Попался русскоговорящий игрок. Он, Алеша, тебе передавал привет. Как от подписчика. Отлично. А как его хотя бы зовут? Типа, привет от случайного русскоговорящего игрока. Типа, ну, спасибо. Он даже теперь не поймет, что ты передал привет. Он играл за Германию. Я играл за Перса. Я еще помню, мод был ЦПЛ. Я облажался и, короче... Ну, в смысле, облажался с... Ну, что не было ускорения у Перса на первые... Ну, в смысле, на первые сходы. Ясно. Ладно, спасибо за передачу привета. Так, давайте дальше пойдем смотреть. Значит, Зави Конга у нас. Хороший старт. Мне очень нравится. Рим. Это зомби. Мяско у Чуда появился. Ну, у него, видите, с разговариванием с фулканом. Что у тебя там за чудо такое? У Рима немножко пока похуже, но вот, видите, тут бананы рядом. Еще одна клетка на три еды производства. В принципе, просто неплохое. Хорошее, я бы так сказал. Хорошее место. Что у Конга отличное стартовое место. У Рима хорошее. Что Америка. Ой, ну тут пока голый вася. Ну, кстати, вот в прошлом, даже в прошлой игре, где за Америку играл, если вы помните, Люкс. Там тоже была такая вот плоская карта. То есть там Люкс играл через рост городов и быстрое расселение вокруг. Будет зависеть, сколько... Ну, так, такое себе. Начало вот по сравнению с тем, что есть у Конга и у Рима. Так, Венгрия, Мистер Ди. Ну, приятненько, правда, вырубать нечего. Но, в принципе, место неплохое. Холмы есть, ресурсы сразу, видите, два ресурса на рост овцы, два ресурса нефрита. То есть культура можно будет неплохо разогнать. Пшеницы много. То есть, в принципе, расти можно. Города ставить можно только... Ну и степи. Степи это было лучше, чем луга. То есть тут можно фермы ставить, которые будут еду и производство давать. Ацтеки. Давайте глянем, что у Ацтеков. Ну, там кто-то говорил, вот Миско играет за Ацтеков, что типа, мол, Ацтеки около чуда появились. Потому что у него уже четыре очка эпохи, да, есть. На самом деле это потому, что у него уникальный юнит сразу ему дается. Ацтекам уникальный дается юнит вместо дуболома, поэтому сразу получает четыре очка. Ну и как бы, в принципе, неплохое место, но вот этот перешеек, то есть ему будет довольно долго вести следующих поселенцев, ставить города. Так, ну, я бы тоже назвал это место. Ну что, вас можно поздравить с очередной морской картой? Да, вполне. Да, наверное. Да? Ну, я вас могу поздравить с тем, что нету, если вы думаете, что это морская карта, то могу сказать, что нету морских цивилизаций. Так что просто это будет прикольно. Равно играет. Ну, неплохо, неплохо. Монгол. Ну, монгол, как всегда, в степи. Хотя у него хоть какие-то деревья есть. Ну и мир похож на старый. Все равно медленный. Ну, что-то такое, да. Ну, медленный старт. Все как заказал себе. Я бы сказал, что сейчас у Америки так себе старт. Чуть-чуть, может быть, получше. Нет, даже, может, у Монгола тоже так себе. И глянем, наконец, на Францию. Ну, мне кажется, это не морская карта. Как-то оно все очень хорошее место. Ну, правда, опять производства нету. Вот зато, смотрите, сразу три разных ресурса роскоши. Три разных ресурса роскоши. И он у него растет уже на этот ресурс роскоши. Разлив реки. Давайте посмотрим, что вот исследуется. Ну, не знаю, как. По-моему, как-то не выглядит все равно это пока морской картой. Ну, все скаутов строят. Тут, в общем-то, особо... Особо выбора нету. Давайте Конго еще... Потому что Конго тоже где-то в центре карты. У него тоже не особо близко какие-то вон морские ресурсы. Нет, вместо вот... Вот эту территорию вокруг Конго очень неплохо у него тут все. Тут ему расселяться. Я бы сказал, что у Конго просто лучший пока старт. Я вот вижу, что у него тут вокруг дальше есть. Куда он дальше пойдет? Стрельба из лука. Интересный выбор следующий. А, не стрельба из лука. Он в храм Артемиды. Да. Это нормальный выбор. У него есть рядом олени. То есть ему есть, где храм Артемиды поставить. И тут, кстати, очень неплохо для него храм Артемиды будет. За Конго тем более. То есть это будет такой бонус для роста. И у него, кстати, им и клетки, которые этот рост дают. И жилье у него будет. И очень мне нравится старт Конго. Ладно. Что у нас происходит у Рима? У Рима похуже. Похуже все-таки места. Да. Видите, очень много лугов. Все, он где-то надо по побережью ставить будет здесь. Он уже рабочего строит. Сделал одного скаута, строит рабочего. Я бы на его месте только двух скаутов сделал. Тут такая территория неочевидная. Куда ему расселяться. То есть это надо срочно вот этой... Ну, хотя тут, наверное, уже конец карты. Ну, хотя, ладно, может, одного скаута достаточно. Америка. Америка, есть ли у него холмы вообще? Нет, смотрите. Степи, степи, степи. Луга, луга. Смотрите, какая территория. Три. Табачка. Ну, вот реально это вот такие места в Америке. Опять же, судя по прошлой игре, где Люкс играл за Америку, я вспоминаю. Такая же вот фигня. Тоже вот такое вот все плоское, без производства. И Люкс там смог разогнаться. Так, посмотрим, что у Венгрии теперь. Мистер Ди. Венгрия, мистер Ди. А, слушайте, он такое ощущение, что вообще на острове. Или нет, или есть какой-то проход сверху. Блин, у него ощущение, что он на острове вообще. И не на самом большом, там у других что ставит. Да, с такой картой даже не знаешь, перемещение по холмам брать или по тропическим лесам. Потому что у меня ни холмов, ни лесов особо нет. У тебя тропические леса есть? Нет, у меня ни того, ни того. Ну, так, в равном количестве. Ну, вы делаете, за Америку, который играет у него там. Ну, и не бери промоушена вообще, пускай у тебя будут такие неадукованные. Скауты. Адаманская. У него, кстати, и ресурсов-то, смотрите, лошадь у него где-то в стороне. Я вот ресурсов-то у него особо не вижу. Два нефрита около столицы, и там еще ниже у него еще один нефрит. А, то есть, просто нефрит и все? Это мало, мало. Ну, вот интересно, как бы начало вроде ничего такое в Венгрии, а потом, когда открываешь большую карту, понимаешь, что так себе. Пока, конечно, супер круче всего у Конго. Читаем про свою цивилизацию, да, Миско? Че выпало, непонятно, да? Ну, шо ты, ну, шо ты начинаешь? Сейчас узнаем. Да, слушайте, у Ацтека тоже, походу, свой маленький остров. Благописнились уже открыли, да? Да, да, да. Да, но это плохо, да. То есть, у Венгрии и у Ацтека еще хуже ситуация. У Конго, вот, на своей большой территории, ну, и Америка там похожа на своей большой территории. Но теперь я больше, да, склонен, что это все-таки морская карта какая-то. Ну, правда, Ацтеку есть куда ставить, но города не такие крутые будут, как у Конго. Понимаете, чем меньше воды, тем лучше. Ну, монгол вообще, как бы, считайте, минус все его бонусы на такой карте. Ну, мне тоже выпадали монголы на морской карте. Если вы поищите игру за Монголию сетевую, то увидите, что я там на морской карте играл. Да, монгол тоже свои. Хотя тут выглядит, как какой-то тут континент побольше. Ну, и у него ситуация, мне кажется, получше, чем у Венгра. Все-таки территории побольше. Погрессиет. Здрасте. Так, кто-кто-кто встретился? Супергерл. Зави и Супергерл. О, это интересно, это интересно. Так, кто-то встретился. А как далеко, собственно? Вот видите, он от Конго выше. От разведчика, ну сколько, клеток пять столица. То есть вот они на одном большом континенте вдвоем получаются. В принципе, у них-то место есть, но откровенно просто место у Америки хуже, чем у Конго. Но место для расселения есть. Опять Супергерл в кубики пошел какие-то. Супергерл, может, ты поставишь Дискорд, чтобы был не весь список виден, а только тот кто-то говорит. Такой у тебя этот полэкрана занимает. Ну, видите, все очень плоское. Да, я переключу чуть позже. Так, ну и давайте глянем у Франции что. И у Франции большая территория видна, кстати. И у Франции такой большой. Может, может, еще и Франция на одном континенте с Америкой. Опять в 2D переключился. Матецкий. Ты не понимаешь, что на карте без 2D? Да. Так, быстрее посмотреть. Покажи мне, пожалуйста, вот внизу вот это то, что ты открыл. О, да, прикольно. Красиво. Да, и вправо. Везувий. Везувий – хорошее место. Гранада, Мехико. Ага, спасибо. Гранада, Мехико – так, такие города-государства. Ну, это всегда хорошо найти города-государства для ускорения политической философии. Мы бы еще третий найти. И даже, по-моему, больше никто не находил города-государства. Давайте я посмотрю у Конго и Америки. Хоть у них такая большая территория, и уже много исследований. Ну, у них, по-моему, нету городов. Да, у Конго нету. Он Конго пошел смотреть. О, Бибьяк. Привет. А, Антона Нарива. О, большой бассейн. Ну, кстати, тут уже в Америке тоже ничего. Далеко отсюда? Смотрите. Ему вот сюда город поставить... Нет, недалеко. Со священным... Что-то сразу. Так, там Монгол. Монгол нашел Францию. Тоже похоже на... У тебя там на супергерл есть где селиться сверху? Сейчас скажешь, что нет. Ну, наверное, в клетках в шести начинается тундра. Вот. Но я не видел побережья. Так что не могу пока сказать. Ну, ему надо точно город вот сюда, к этому большому бассейну ставить, потому что сами клетки по себе неплохие. Спустя миллионы, как я нашел. Это явно... Если Петру поставить вообще будет очень неплохо, так тут еще и священные места рядом с этим чудом. Ну, священное место можно ставить будет. То есть, в принципе, да. Ну, американец, видите, здесь ставит город. Ну, это правильно. Тем более оказалось, что Конго там, видите, он уже расставил куда клетки он еще... Ну, там вот... В тех местах, мне кажется, ему Конго не должно дать поставить города, потому что там уже близко к нему. Видите, он уже повел. Хотя, с другой стороны, вот эти перешейки всего лишь по одной клетке... То есть, американец вот тут собирается ставить и тут еще где-то, вот так. О, у него уже шедевр есть. Ты в мою сторону, куда хочешь, города ставить. Конго... Зави, а открой, пожалуйста, еще раз, да. Вот видите, у него уже шедевр, который... Бонус нации. Да, спасибо. Дает уже две еды, два производства. Это для начала, то есть, вообще, Конго производил... Ну, собственно, я меточки поставлю. Это у него очень круто развиваться будет. Он вполне, кстати, может попробовать Америку. Американец будет отставать по производству от Конго прям без шансов. Это прямо рядом с полной... Так, давайте теперь глянем, что там француз с монголом где встретились. Значит, Конго и американец на одном континенте острове, считайте, француз и монгол на одном континенте острове. Так вот где они встретились, вопрос. Мне вот не дело. Давайте монгола посмотрим. Что-то непонятно мне немного. Ну, не рядом же с Визуием. Видимо, вот тут они где-то встретились. Матецкая, ты можешь показать, где вы встретились с Фаустом? Возле вор. Кстати, там справа от своего разведчика, справа пойдешь ровно, может быть, на клетку ниже, ты найдешь чудо. Окей, спасибо. Спасибо. Да, то есть, ну, все равно у француза лучше. Я не думаю, что ему стоит тут бояться монголы сейчас вообще. Ну, на ранней игре. Он должен, по идее, лучше развиться, чем он. У него тут еще куча территорий. А у тебя есть что интересно посмотреть? Ладно, давайте смотреть, что там у несчастных венгров и ацтеков, у которых территории практически нету. Причем, венгры с ацтеком реально думают, что все сейчас вот на таких островах, как они. Они не знают, что на самом деле у остальных вполне себе обычная игра. А можно уже начать говорить, что вот, карта на восьмерых поставили, говорили они, побольше городов-государств поставили, говорили они. О, конга здесь, нихрена себе. Стрелет за это. Вот это поворот. А где мы с тобой успели встретить? Ага, понял, привет. Вот это я не ожидал. Ты там, я так понимаю, сниже, да? На острове, а это сильно далеко. А это ниже Конго. Не очень. Какая-то прям кишковидная как-то. Алексей, можно вас переключить на мой стрим? Ща. Вот город туда. Ну, видите, Конго еще вот у себя там не исследовал справа, да? И что? Понял. Вот, посмотри вот на этот город-государство. Я вижу, да. Да, и что ты видишь еще? Что у него цвета другие, ну, в смысле, а где этот, а где, собственно, сам этот город? Ну, вот, следующий, ну, разведчиком похожу, посмотрю, где у него посел стоит, запертый, видимо. Думаешь, посел запертый? Ну, у меня не открылось, как бы, сам город. То, что я его встретил, мне показывает плюс один, но я не вижу вот его... Да, да, значит, посел, посел, да. Где-то посел. Ну, я предлагаю тебе его просто удалить, если ты его сможешь захватить. Это, как бы, мне кажется, не очень честно будет. Ну, мне почему-то кажется, что он где-то сверху на каком-нибудь островке стоит, скорее всего. Потому что тут территории дофига, он мог давным-давно город поставить. А, нет. Да, прикол. Ну, что, бесплатный посел? Не-не, удаляй. Ну, это же награбленное частным трудом. Ты можешь еще его не захватывать, а получать пока бонусы с Брюсселя, например. Типа он постоянно будет, никуда не уйдет от меня? Ну, я не знаю, если только, наверное, может какая-нибудь война с Антонариво, тогда он его захватит. Или, если ты будешь в союзниках с Антонариво и с Брюсселем... Блин, а что я всем название говорю, сорян? Да-да-да. То, наверное, там будут открытые границы для города и он сможет куда-то поставить. Я не знаю. Короче, решай сам. Единственное, что я прошу, если ты захватишь посел, то удалить его. Потому что это, мягко говоря, слишком круто. А вот интересно, границы закроются через некоторое время, послы туда сядут, он выкупит эту клетку, на которой стоит этот поиск. А вон он пошел куда-то, смотри. Что произошло? Почему он пошел? Так он ходит, пока места не найдет. Да, но он стоял запертый. Там такая ситуация... Нет, он не заперт. Там, может быть, юниты были, и он перешагнуть не мог через него, но пока-то не изучена Ранняя Империя. Я просто... Тут места, на самом деле, дофига. То есть, много места для постановки города, но почему он не поставил до сих пор, непонятно. Ладно, давайте... Четверку щелкнет, там есть место для него. Нет, конечно. Нет, в смысле нет. На карте есть место. То есть, какой сейчас ход? 17-й ход? Что ты хочешь сказать, что за 17 ходов он не мог никуда прийти? Нет, я имею в виду то, что он родился там, и он не мог поставить там город. Там не мог, да. А почему только сейчас оттуда вышел? Все 17 ходов там юниты другой ГГшки мешали? Ну, возможно. Может быть, в каком-то месте... Там же есть холмы или сады. Ну, теперь я думаю, что и оттека кто-то сверху может быть. Ну, в общем... Так, но у нас, как минимум, огромный континент, на котором Венгрия, Конго и Америка, конечно... Ничего, что это или нет места, где бы я смог построить свое уникальное здание. Не переживай, я тоже не могу реализовать... А, кстати, да... Это у Рима Бани, то есть это Акведук. Не, почему? Вот ниже твоих городов, вот там у тебя есть... Такая штука на две клетки. Вот там, если ты будешь ставить города, там сможешь свое уникальное здание ставить. Кроме того, в столице, вообще-то, ты тоже сможешь поставить на месте камня. Или нет, подождите. А вулкан считается источником пресной воды? Кто-нибудь в курсе? Да, да, да. Акведук? Нет, нет. Нет, не считается. Акведук к вулкану можно поставить. Я так понимаю, там Рим можно добавить. Так, ну вот, Рим похоже точно на острове все-таки. У него довольно большой остров. Так, давайте... Взяли, а кого ты где еще встретил? Глянем на... А-а-а... Ты правильно идешь по Атишке. Нельзя, почему Конго не хочет вправо и скажите, потому что... С другой стороны, ему повезло, он как раз встретил своих главных соперников. Венгры и американцы, ему надо сейчас в их сторону ставить города. Но, в принципе, у него вот тут территория есть справа. Хотя, знаете, она не исследовала. Может, тут, знаете, хоп, сразу море и все. И вот и все рассе... Ну, вот видите, уже начинается какое-то... Ну, правда, города тут ставятся. Все равно территория лучшая, конечно, у Конго. Но уже тот факт, что у него два соседа с двух сторон, как бы его будут сдерживать. То есть это такая неплохая... Неплохой сдерживающий фактор. Они вдвоем могут его как-то попилить. Ну, как всегда, он может с кем-то заключить дружбу и пойти кого-то одного пилить. Скорее всего, в данной ситуации выгоднее венгра. Потому что американца... Ну что, Завя, выпилим этот лагерь варваров? Выпилим. Завя... Будешь шибиться. Буду. Завя, покажи континенты, пожалуйста. Сейчас линзу найдем. Второй это, второй, второй. Блин, по всем прошелся. Спасибо. Американец на одном континенте с Конгой и Венгром, это значит, что у американца будет плюс пять силы его юнитов при войне. И с ним то, что... С ним воевать только, если ты его опережаешь по... По эпохам, серьезно. Ну, то есть, у тебя более крутые юниты. Что вот надо Конга... Ну, вот Конга поставил, что он тут ставит... Если он тут поставит город, то, в принципе, он очень неплохо запрет венгра. А сушать болото, это какая теха? А, вот, Орошение. Мистер Ди. То есть... А, Мистер Ди тоже... Мистер Ди и Конга в одном месте поставили... Меточки. Вопрос, кто быстрее просто сюда город поставит. Ну, на самом деле, если тут Венгр поставит город, то это не так уж и плохо для Конга. Но вот если Конга поставит тут город, это проблемы для Венгра будут. Мне кажется, если Конга здесь поставит город, то Мистер Ди, скорее всего, будет к войне готовиться. Ну, это просто... Он его запрет. Он даже... Сколько? Раз, два, три, четыре. Только пять городов сможет поставить, потому что вот этот, скорее всего, будет по лояльности отваливаться тогда. То есть только пять городов это... Нереально играть. Вопрос, кто быстрее. Вот у Венгра следующим ходом уже поселенец будет. Что у Конга? Ну, скорее всего, все-таки Венгра... Я думаю, что Мистер Ди скорее всего туда прямо поведет. Конга тоже следующим ходом есть поселенец, но он далеко. И нету дороги, да? Я бы на месте Конга не спешил туда прямо ставить город. У тебя есть хорошие места, куда расстеляться. У тебя есть что посмотреть. Но он, правда, разведку вообще практически никакую не делает. Так, ладно. Вот меня интересует... Последний, кто меня интересует, это Ацтек. Потому что он до сих пор... Спасибо за это. Интересно, он на острове или все-таки... В смысле? Я его тут долбил стоял. Да ладно. Может он тоже на таком континенте вместе с монголом... Француза? Француза ворот взять, у меня вопрос. Они его разрушают. Да. До нуля, а пусть это не захватит. А, или подожди. Или это с этим он... Они его разрушают, они столь нуля не будут сломать вроде бы. Хм. Короче, в стандартной цели они не могли разрушить. Они до нуля опускали ходить и все. Но название рек тут пока Ацтекская. Так, давайте тогда глянем на Монгола. Есть у него какой-то проход. Мне кажется, если... Если и будет... Ну вот, смотрите. Вот здесь на мини-карте. Не, вряд ли. Не, тут выглядит так, что уже море. Хорошо, от Француза где-то есть вероятность? Что там Ацтек где-то может быть? Опа, Матецкий, а вы с Фаустом уже повоевали? А по поводу чего? Не по поводу чего, просто Монгол. Ааа, спасибо. Понял, понял. А это чудо уже кто-то... Уже построено вот это, что я вижу в Матецкой у тебя в столице? Ну конечно. А, значит не успел Конго построить. Вот, да, Конго. Ну, Конго, видимо, встретил соседей и решил, что надо расселяться. Ну, это тоже правильное решение. В случае Конго строить храм Артемиды уже было... Там, конечно, классное место, ничего не говорю. Но когда у тебя два соседа есть с двух сторон, то лучше строить поселенцев и расселиться. Подзабить. То есть я не скажу, что у француза это прям будет для столицы, да. Ну, в принципе, да, тоже неплохой человек, что я говорю. Он есть. И лагерь, и плантации две. То есть у француза тоже какой-то неплохой старт. Блин, интересно, где же Ацтек находится по отношению к Ацтеку? У меня уже шесть варваров с одного лагеря нарисовалось. А, ну у нас еще... А, ну, Катя, он может быть с Римом вместе. Смотрите. Рим... А, нет, Рим вообще на отдельном острове. Рим уже точно на отдельном острове. Просто... Там, справа сверху от этого лагеря появился воин. Ты его не видишь? Зомби, а покажи, пожалуйста, полностью. Нет, я не вижу. Просто сообщаю. Ты уже как бы... Нет, да, в 3D, пожалуйста. Ага, спасибо. Ну, то есть полностью у него остров. У Рима точно остров, и он пошел плавать. И вон, Катюн, кого-то уже видит. Это Америка, что ли? Не пойму я, честно говоря, чьи-то... Или это может... Нет, это точно не Ацтек там сверху у него. А, это не цвета Ацтека. Ха, интересно. Или это Америка все-таки? Уже. Политическая философия. Производство в городах. Плюс 5 против варваров. Ну, это уже, наверное, можно менять. А у меня, по-моему, варваров не особо нету. Не особо есть. Так, что ж Ацтек? Что ж Ацтек? Кампус тут. Да, ну, Ацтек, конечно, грустненько с территории. Грустненько... Ну, ему надо-то сверху исследовать. Интересно, что там. 6 науки, 3 культуры. По идее, больше всех должно быть у Конга. Как мне кажется. Нет, уже 6 науки, 5 культуры. 5 науки, 5 культуры у Венгра. 5 науки, 9 культуры у Американца. Но у него за счет Антона Нарио, конечно. Кстати, а поставил ли там Брюссель город в итоге? А, кстати, я хочу посмотреть, куда Венгер повел своего поселенца. Это пока сюда поставить, мне так кажется. Потому что, ну... Ладно, посмотрим. И я хочу посмотреть, поставил ли Брюссель... Здрасте, приехали. ...город. Что случилось? Мистер Ди, ты кого-то находил? Да я встретил... Не, ниже меня море. Встретил зомби. А справа? Там тундры и море, справа пустыня и море. Да, так я и думал, что... То есть... Интересно. Это территория Америки. То есть зомби вот тут снизу на мини-карте за Рим. Я поэтому-то метод туда так и поставил, потому что мне больше... Я на мини-карте показываю, где он. Вот тут у него остров Рима. Все, карта такая большая довольно. Ты же, ты так и не поставил АГГшка, да, город? Не смог он оттуда выбраться, что ли? Или ты захватил и удалил? Я не захватывал, не удалял, но город он не поставил. Бедняга. Кочевник. У американцев все еще два города, кстати. Он как-то не стремится в сторону Конго. А где у него вообще поселенец? А, он стоит между Цинциннать и Вашингтоном поселенец. Ладно. Так, ну интересно. Рим так еще располагается. Тут они вообще вчетвером рядышком. Рим может быть морским пиратом. Мы полазили. Привет, супергерл. Здрасте, здрасте. Это, кстати, еще интересно в отношении Венгра, потому что Венгра тоже весь на побережье. И вот это, кстати, шанс еще для Мистера Ди есть. В том плане, что идти именно в морские юниты. Ну, блин, я не думаю, что он очень скоро увидит Рим, кстати. Вот Рим может к нему приплыть раньше, потому что Рим просто шел в море. Он единственный на острове, ему надо идти в море, чтобы идти исследовать. А тут есть и соседи сухопутные. То есть тут разное развитие. Это вот показывает, как важна разведка. Но, правда, и Рим не в ту сторону поплыл, чтобы увидеть Конго пока что. Видите, он вверх плывет. Ему надо еще одну галеру строить и в сторону... В сторону... В другую сторону плыть по этому континенту. Но тут вот они все рядышком. То есть вот видите, вот на миникарте, если смотреть, вот Рим, вот тут Америка, вот тут Конго, вот тут Венгер. То есть прикольно они расположены. Пока что единственный, кто никого не встретил, и которого никто не встретил, это Ацтек. И вот непонятно, где он тут может располагаться. Варвары. Город его атакует. Ну ему надо вот это исследовать. Знаете, что он тут? Ну он стоит, чтобы силу города увеличить, конечно. А он дальше пошел. Надо ему тут свою территорию исследовать. Так, что у нас с французом и монголом? Какие у нас тут территории? Монгол исследовал. Ну тут им есть куда селиться. Что одному, что другому. Тогда, конечно, территория у монгола похуже. И он как-то... Почему-то луки строит вместо своих... Ну, вообще, всадников он выходит. Это же горы какие-то у людей есть. В отличие от всех остальных. Гор практически нету на карте. Давайте глянем француза. Но все равно пока я считаю, что лучше... Лучшая территория, лучший старт у Конга. У него еще и с шедевром... О, тут Францию варвары так серьезно осаждают. Вот там бы... Ну, наверное, тоже конец карты будет. Мне кажется, вот там за горами. А, видите, француз подселяет монгола в сторону... Ну, вообще, правильно. В сторону монголы, конечно, надо ставить города. Все верно. Тем более тут Везувий, тем более тут горы. Все правильно. Ну, у француза тоже очень неплохое начало. Так, хочу еще Конга смотреть. Да, видите, море тут с этой стороны. Тут еще влезут города, но... Блин, а хорошее решение... Зави... О, нет, зомби построить галерку. Сейчас, с самого начала. Ну, просто супер-галер. Он не в курсе, что тут на острове и... Забавно. Встретил, получается, этот город-государство, который не может поставить. И в итоге у него нету заданий для меня. Если вот другого я как бы выполнил, его поставил, а другой просто не выдает. То есть, один посол стоит, а заданий от него нет. У него одно задание — найти место, где город поставить. Вот и все. Поэтому... Ну, я ему помочь в этом не могу. Да, ему больше ничего не надо. Я всего лишь поставить. Объяви войну другой ГГшке, уничтожь ее и город уничтожь. Так, а куда мистер Ди? Поставил там он город, или он прям вверх все равно идет? Я просто теперь смотрю, что тут и Конго может быть подселен. А, поставил печь. Видите, он не спешил с этим городом. Ну, короче, мне тут кажется, возможно, трение на границах между Конго и Венгром именно. У американца все-таки территории побольше. Она не такая хорошая, но ее побольше просто. Конечно, способность Венгра у мистера Ди только в его столице будет работать там, потому что через реку строятся районы. А сколько галерка даст? Да и плюс городов-государств нету, нифига. А если первое, вроде бы три. Венгру негде юниты брать. Вторая. У них вообще на контейнере только два города-государства. Один, который не поставил все еще. Свои пояснения сам ходят. И они все сверху около американца. Слышал я про эту стратегию. Мне не очень нравится. Не, на самом деле, первый-то не так критично. Ну да, с тобой согласен здесь. А вот второй, если там уже более критично может быть. Я хотел в темный, а в темный что-то не очень. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.